Храм гроба Господня в Иерусалиме, который христиане почитают как место распятия смерти и воскресения Иисуса Христа, вновь принимает верующих. Святыня была закрыта в марте из-за коронавируса. Двери оставались запертыми в течение всего Великого Поста и пасхальных праздников. Лишь несколько священнослужителей могли молиться внутри. Замок во вторник торжественно отворил хранитель ключей. Сегодня утром в 11 часов я получил распоряжение от главы церквей снова открыть храм. И вот он открыт, все могут прийти и посетить его. Правда, пока только предварительно согласовав время. Новые правила требуют отмолящихся носить маски и соблюдать дистанцию. На входе прихожанам предлагают обработать руки дезинфицирующей жидкостью. Доступ в Кувуклию пока не разрешен. Верующим рекомендуют не прикасаться к камням Голгофы, не целовать и не прикладывать свечи, крестики и иконы к камню помазания. Церковь Рождества Христова в Вифлееме, почитаемая как место рождения спасителя, также вновь открылась во вторник. Это событие, по словам епископа Феофилакта, стало доброй вестью для всего мира. Сегодня большой праздник для Вифлеема и для верующих, потому что спустя три месяца мы открыли храм Рождества Христова. Теперь все люди могут войти в церковь и помолиться, как раньше, не только верующие из Вифлеема, но и со всего мира. Правда, пока одновременно в храме могут находиться не более 50 человек. Мусульмане смогли во вторник совершить намаз в мечети Ибрагима в Хевроне, известной евреям как гробница патриархов. Службы в Иерусалимском комплексе мечети Аль-Акса также, как ожидается, возобновятся позже на этой неделе, после почти двухмесячной паузы.